далее следующая часть значит что у нас закручиваем собственно говоря устанавливаем маслонасос закручиваем болтами здесь идет вот такие вот шурупы далее устанавливаем маховик здесь у нас шпонка летая летая поэтому аккуратно устанавливайте так чтоб ее не сорвать далее сюда идет фиксатор резьбовой далее идет закручиваем гайку естественно через работаем то есть не напрямую там держим да грубо говоря маховик и закручиваем нет этого нельзя сделать именно через поршень веревочку и закручивать так чтобы у нас и веревка не вылетел за собственно говоря вот сюда на выхлопну то есть тоже очень важно иначе делать и беду далее прикручиваем сцепление сначала ставим шайбу опорную дальше ставим подшипник дальше корзину сцепления дальше просто шайбу дальше наносим сюда фиксатор дальше закручиваем разгон при этом вот это все при закручиваем должно вращаться но закрутили как должно все работать в обе стороны легко крутится коленвал должен независимо от удерживать и он должен независимо все ходить но веревка нам уже пока не понадобится в принципе больше не понадобится дальше устанавливаем пластину устанавливаем пластину вот таким образом дальше дальше берем тупую отвертку здесь если посмотреть такой вот зубок есть ну собственно говоря фиксирует нашу пластин небольшую отвертку тупую и проверим пластина плотно сидел а нам случае сидит плотно имейте ввиду что вот здесь вот бывает частый износ и бьет через пластину вот сюда она должна все-таки прижиматься к патрубку и выходить масло сюда должно если же пластина здесь имеет выработку такую что уже есть дырка то желательно поменять пластины прижимную далее устанавливаем катушку зажигания у нас идет сюда вот фиксатор резьбовой 0 ставим катушку зажигания здесь у нас звездочка закручиваем не до конца далее здесь у нас зазор на 20 устанавливаем визитку прижимаем двумя пальцами и закручиваем так чтобы не сорвать резьбу аккуратно далее вот так вот заводим держатель кабеля позиционное место натягиваем немножко кабель вот так здесь видно получается очень банально значит далее ну я советую в данном случае именно установить сначала вот эту пластину можно потом устанавливать ручку далее я устанавливаю коллектор совмещенный с охлаждением в данном случае прижимаем его смотрим чтобы он заходил в обе трубки то есть и в импульсной и впускной шланг